Итак, мы на официальном сайте ведомости. Каждый третий житель Волоколамска вышел на митинг против свалки. Люди больше месяца требуют от властей вести режим чрезвычайной ситуации в районе, но безрезультатно. В воскресенье 1 апреля на митинге против свалки в Волоколамске собралось более 7 тысяч человек, рассказал ведомостям один из организаторов акции. По словам активистов, власти насчитали 6500 человек. Всего в городе проживают около 20 тысяч человек. То есть на митинг пришел практически каждый третий житель города. В этот раз людей на митинге было гораздо больше, чем во время митинга 3 марта. Тогда на площади перед администрацией собралось около 5000 человек. И больше, чем 29 марта, во время стихийного митинга, тогда требовать введения режима ЧАЭС на площадь вышли около 6000 человек. Об этом рассказал ведомостям жители, присутствующие на митинге. На акции протеста жители требовали ввести режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе, ввести химвойска, освободить активиста Артема Любимова, отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и исполняющего обязанности главы района Андрея Вихарева и, конечно же, закрыть свалку Ядрова. Протест против свалки Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки Ядрова, которая находится в нескольких километрах от города. С конца февраля на свалке регулярно происходят выбросы свалочного газа, что сказывается на самочувствии местных жителей. 21 марта на свалке Ядрова произошел сильный выброс свалочного газа, после чего школьники Волоколамска начали жаловаться на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. В школы вызывали скорую помощь. В центральную больницу Волоколамска были доставлены 57 детей, однако медики не подтвердили отравление детей свалочным газом. После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Его место занял Андрей Гохарев. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. От властей жителям удалось добиться введения режима чрезвычайной ситуации, но только на самом полигоне он начал действовать только 6 марта. Тогда чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе, в городе. Но жители были недовольны таким решением властей, они требовали признать опасность свалки и ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Волоколамского района. Впрочем, из-за режима чрезвычайной ситуации, введенного на полигоне, мусор на свалку завасить не прекратили. Режим ЧАЭС пообещали ввести, но не ввели до сих пор. Вечером 29 марта, после очередного выброса свалочного газа, жители Волоколамска собрались на стихийный митинг у администрации в центре города. На площади собралось около 6 тысяч человек, говорил ведомостям Любимов. Показатели по выбросам сероводорода занижаются властями, уверены жители. По официальным данным, в ночь с 28 на 29 марта были зафиксированы выбросы в 10 раз превышающую предельно допустимую концентрацию – ПДК. Жители измерили показатели выбросов с соответственным прибором, который зафиксировал превышение ПДК сероводорода в 87,5 раза, говорил ранее активист Артем Любимов. Жители не верят официальным показателям выбросов сероводорода, которые предоставляет администрация района, заявил он. Через несколько часов после того, как толпа собралась перед администрацией, чиновники вышли к людям и объявили о том, что режим ЧАЭС будет введен. «Мы начинаем процедуру ввода ЧАЭС. Мы сейчас вводим режим повышенной готовности. Завтра направляем режим на КАЧАЭС – Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Московской области. После чего мы начнем процедуру введения ЧАЭС», – сказал Андрей Бихарев. Глава Волоколамска Петр Лазарев перед толпой объявил, что женщины с грудными детьми должны уехать из города в первую очередь. Но активисты посчитали, что о начале процедуры введения режима чиновники объявили лишь для того, чтобы успокоить толпу. На следующий день представители МЧС и Минздрава Московской области действительно заявили о том, что не видят оснований для введения режима через вытачайной ситуации в районе. Задержание активиста накануне митинга. В субботу вечером полиция задержала активиста из Волоколамска Артема Любимова, рассказал ведомостям его адвокат Денис Кунаев. В воскресенье 1 апреля Любимов должен был выступить на митинге против свалки Ядрова. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КОАП РФ «Неповиновение полиции». Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артема Вячеславович пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе, сказал Кунаев. «Все, кто знает Любимова, знают, что он человек крупный, и я знаю его три года и ни разу не видел, как он бегал. Он активист и знает все статьи КОАП очень хорошо и не стал бы провоцировать полицию, тем более накануне митинга». Любимов объявил голодовку в ОМВД, он будет находиться минимум до понедельника, когда должен состояться суд, добавил Кунаев. Представитель Истринского ОМВД заявил ведомостям, что полиция не выдает данных о задержании. Представитель ОМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активистов. После задержания Любимова о своем намерении приехать на митинг в Волоколамске заявила политик Ксения Сорчак. Впрочем, через несколько часов она написала в Твиттер, что не сможет приехать на митинг по семейным обстоятельствам и потребовала освободить Любимова. Сорчак уже несколько раз приезжала в Волоколамск поддержать митингующих. Первый раз она приехала 10 марта, когда жители перекрывали дорогу мусоровозом к свалке. Затем 21 марта, когда в больницу были доставлены более 50 детей с симптомами отравления после очередного выброса от свалочного газа. Именно Сорчак в тот день уговорила Воробьева выйти протестующим у здания ЦРБ, где он так и не смог пообщаться с жителями. Недовольные граждане встретили его криками в отставку, а проводили криками позор и забросали снежками. Итак, что же происходит в Волоколамске? Полигон Ядрово работает с 1979 года. Он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. После того, как по распоряжению президента Владимира Путина был закрыт крупнейший в регионе мусорный полигон в Балашихе, поток мусорных фур в Ядрово многократно увеличился. Как и на другие оставшиеся полигоны Подмосковья. Почитаем комментарии. Полное безвластие и тотальная безответственность. К сожалению, этот произвол и эти митинги продолжаются уже очень давно. И никаких реакций до сих пор со стороны властей нет. Итак, давайте посмотрим. Организатор митингов в Волоколамске задержан полицией. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Активист из Волоколамска Артем Любимов в субботу вечером был задержан сотрудниками полиции. Об этом рассказал ведомостям защитник активиста Денис Кунаев. В воскресенье 1 апреля Любимов должен был выступить на митинге против свалки Ядрово в Волоколамском районе. Активиста задержали вечером в субботу, когда он ехал из Волоколамска в Москву, рассказал адвокат. Около 9 часов вечера на Новоришкинше шоссе в Истринском районе Подмосковья автомобиль Любимова прижали две машины с маячками, говорит Кунаев. Полицейские попросили Любимова выйти, досмотрели машину и, не имея на то полномочий, доставили активиста в отдел Истринского ОМВД, рассказал он. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КОАП РФ «Неповиновение полиции». Адвокатам Любимова пояснили, что при задержании Артем Вячеславович попытался убежать от сотрудников полиции по Новоришкому шоссе, сказал Кунаев. 1 апреля в 12 часов дня в Волоколамске должен начаться митинг против местной свалки Ядрова. Заявителем почти всех предыдущих митингов был именно Любимов. Ранее он рассказывал ведомостям, что администрация города беспрепятственно позволяла проводить митинги. В этот раз митинг заявила Юлия Куликова. Она подтвердила ведомостям, что была заявителем митинга и выразила надежду на то, что митинг состоится и произойдет без происшествий. Мы будем следить за самыми последними новостями. Подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok